было письмо феликса гринку да дорогой феликс и дорогие вот эти редакторы которые там ему там помогает писать мемуары да я писал что пусть феликс пишет все что угодно если ему это поможет выйти из тюрьмы но я вижу что феликс пошел дальше он не просто договорился с ними выйти из тюрьмы он еще решил там какое-то количество человек из наших посадить феликс я посмотрел сегодня внимательно интервью я видел эти нарезки я видел твои глаза которые ты чаще уводил в сторону как ты пытался быть рассудительным хладнокровным я видел эту тетю крину которая из-за того что не может выйти замуж за кого-нибудь агронома ходит только по тюрьмам берет интервью целый проект создала пыталась там она внедрится там два раза была на шашлыке с милиционерами думает серьезно разведчица понимать то есть феликс мне неприятно ты оскорбил массу людей ты знаешь историю как ты пришел перед местными выборами ты знаешь историю когда я два раза настоятельно просил чтобы ты ушел из партии задолго до твоего ареста феликс себе не стыдно то что ты делаешь что бросили твою семью что усатый там сидит москве не борется за своих людей что чем я единственное могу согласиться что да я не подумал другие наверное тоже признаю это передать твоей супруге ладе которая нормально отношусь значит цветок 8 марта вместе с марцишером но когда ты говоришь что бросили твою семью твоих детей ты не просил никаких богатств и так далее и мы с феликсом все обсудим и обсудим на заседании над совета партии ребят и это будет очень скоро потому что феликс скоро выйдет мы это все обсудим я не хочу выносить это все потому что человек сидит тюрьме и я не буду говорить он в тюрьме на свободе не буду говорить но есть момент от который мне разрывается сердце когда случилась с ним беда феликс ты выходишь через год я понимаю что они тебе впаяли 17 лет это очень много потом за то преступление которые не тебе инкриминировали но феликс ты пришел в партию с этими уголовными делами какие-то со времен коммунистов какие-то еще с времен кого-то то есть мы тебе их не возбуждали ты пришел с этими делами когда ты говоришь о том что бросили семью не помогает я сразу позвонил и наши кто сидели в тюрьме кто попадали ситуация не знают эту ситуацию я приоткрою только одну скобку значит я феликсу сказал что знаю что у него как бы много детей там жена плюс передачи и так далее да мы занимались отправляли посылки торты мясо там и так далее и так далее потом как бы одного было мало другого много послушай давай лучше жена будет твоя этим заниматься я говорю твоя семья будет получать ежемесячно я посчитал там 100 долларов в неделю на питание значит плюс тысячу семья групп полторы тысячи долларов феликс горит нет мало 2 и вот течение года я передавал две тысячи долларов ежемесячно семье гринку плюс как бы услуги нашего адвоката скажите мне это называется что бросили на произвол судьбы семью человека который сидит в тюрьме двадцать четыре тысячи долларов год стипендия но стипендия то я утрирую но скажите две тысячи долларов в месяц это бросили человека на на произвол судьбы он говорит что мне не нужны богатство ему нужно внимание то что люди не выход не выходят на протест одни там запугали другие устали и так далее ну феликс это каждый зам выстраивать взаимоотношения с людьми тем или иным образом ты выйдешь мы обязательно поговорим но хочу сказать феликс что власть изменится и ты будешь давать уже другое интервью где ты будешь рассказать я знаю про все ваши переговоры и про то что ты должен выйти через апелляционную палату как бы это решение потом плохотнюк придумал более изящный ход что как бы заодно чтобы устроить больше раздрать там усатого в партии так далее как бы плохотнюк решил дать команду дадону чтобы дадон помиловал феликса и выйдет дадон суровым лицом и скажет там вот так и так как бы вот гринку понял как бы кто такой усатый так далее так далее и куркан его помилуют и как бы куркан становится вы курка дадон значит дадон становится спасителем человека как бы спас из тюрьмы и все кто ни в чем не разбирается особенно в селах смотрят там публику валео валео я колома есть тогда лоскопат пилом и так далее вот поэтому как бы вот такая ситуация поэтому феликс то что ты говоришь что кто-то тебе давал команды куда-то заходить выходить ты решил добавить уголовные дела ты решил поучаствовать в том чтобы запретили партию феликс ты в участие ты в организации создание этой партии не принимал дорогой друг никого отношения и когда выйдешь люди тебе сами зададут вопрос понимаешь а то что ты рассказываешь тебя бросили когда тебя тебе когда гринку организовывали пресс-хаты одни его там хотели организовать чтобы его опустили вторые чтоб подняли и так далее так далее как я бился зато феликс может быть ты расскажешь людям что ты почти год сидел в одной из самых хороших камер в тюрьме с питанием с телефонами со скайпами с холодцами да ребята там как бы и мы с тобой говорили ты говорю что там все довольны ты там готовишь на всех как ты можете не стыдно оскорблять руслана схончаешь парня который готов первые дни еду в в этот в палаточный городок феликс себе не стыдно да потом занялся питанием ты она уже была вовремя сколько она стала тоже когда выйдешь обсудим ладно ребят феликс может греть все что угодно неважно пусть его помилует даду он по заданию плохотнюка пусть они его сейчас выпустят через апелляционную палату но феликс ты перешел черту ты оскорбляешь ни в чем не повинных людей я просто смотрю что шкура уже у тебя становится как у дадона